Овен 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 Обязательно поженятся, любят долго и мрачно пиздеть на тему собственных болячек и прочих жизненных неудач, чем отпугивают от себя всех, кроме тельцов. Они еще более нудны в вопросах касающихся собственного организма. Верные потому, что боятся хламидии и трихомоноза, склонны к пянству и философии. И то и другое обычно до добра раков не доводит. Весы, коротко, это эстет хуёв. 7 пятниц на неделе, а туда же Пикассо, Гогены, Хуены, о святое искусство, а ведра мусорного за собой вынести не догадался. Не до того. Всю сознательную жизнь мечется в поисках светлого идеала, поэтому времени на то, чтобы научиться готовить или пришивать пуговицы, не находит. Любит принарядиться, при этом заебёт всех окружающих, выбирая между вон тем перламутровыми пуговичками и вот этой шёлковой отстрочкой. Не дурак сходить налево, при этом может иметь постоянного партнёра и объяснять измен тем, что душой он всегда верен единственному или единственной. А тело это так, суть враг зловонный. В общем-то, ещё тот гондон. Гоняется за душевным равновесием, которого для весов в принципе недостижимо, потому что бляска натура всегда перевешивает высокодуховные идеалы. Как и все нерешительные уебаны, зачастую мучаются нервическими болезнями, вроде псориаза, гастрита, завистлив, но не злобен, склонит подставлять задницу, причём делает это исключительно из-за мазохистической любви к человечеству, а не с желанием предыскать и взять под крыло, чего делать не стоит ни в коем случае, потому как мозг весы умеет выносить лучше всех остальных знаков вместе взятых. Находится, сука, в постоянном когнитивном диссонансе между реальностью и желаемым, потому что лох. Козерог Оно вам надо. Сначала кажется кропким и даже ручным, но при первой удобной возможности впендюрит вам поджопник своим корявыми рогами. С особым удовольствием проделает это, если вы близнец или лев. Эти знаки терпеть не может за неподобающую статусу игривость. Хитрожопый, скупой, но не всегда. Лучше всего себя чувствует в обнимку с денежным мешком. Любит подъёбывать, не может остановиться даже тогда, когда ситуация накаляется. Но делает это так умело, что сам охуевает, когда выходит сухим из воды. В общем-то, не пакостник, хотя и выглядит таковым. В выборе партнёров руководствуется в основном здравым смыслом и расчётом. Поэтому в семейной жизни собака счастлив, как никто. Телец Телец – это пиздец, и больше про этот знак мне сказать нечего. Ещё упрямее овна, но не обладает его зачаровывающим небрежным распиздяйством. Плюшкин Способен веками любовно хранить в доме всякое ненужное говно. Очень удивляться, когда все эти поломанные транзисторные приёмники, шарикоподшипники, ветош, макулатуру и прочую лабуду пытаются определить на помойку. Постоянен в своих привязанностях, в том числе и к человеческому говну, из-за чего бывает несчастен в любви. Увы, подозрительный Даусюру ревнивый, как сука, ни разу не новатор, поэтому на первый взгляд может показаться унылым мудаком. Тайный извращенец. Еблю любит до потери пульса, недоверчив к новым людям, но для старых друзей порвёт на груди последнюю бязевую рубаху, а на жопе волосы. На кой хуй друзьям рваная рубашка задуматься в принципе не способен. Альтруист, хотя постоянно получает за это по морде. Лев. Людей делит на два сорта. Свита, которая допускается к телу, и халуи, об которых точат когти и зубы. Эгоист, конечно, но льву эгоизм прощаешь за его святую и непоколебимую веру в собственную опизденительность. Падок на лесть, сука, с помощью неё из-за льва можно вытащить всё, что угодно. Великодушен и не дурак сам над собой посмеяться. Всем остальным от смешек над львом стоит воздержаться, если нет желания провести оставшиеся часы мучительного сосуществования в реанимации с колом в жопе. Хамоват, но элегантен, способен любому втоптать по уши в какашки, что иногда и проделывает из чистого любопытства и детского уебанского желания позырить. Барин во всём. Партнёру требуют к себе соответствующего обращения. Не против, если в быту его зовут просто Всевышний. Яркий пример такого знака Никита Михалков. Верный, впрочем, друг, любит дарить дорогие и ценные подарки, чтобы все в очередной раз проникли с его невъебенностью. Любит пожрать, поспать и попиздеть, из-за чего часто дружит с близнецами, не выносим в больших количествах, если вы дева, рак или рыбы. Скорпион. Ёбар-террорист. Когда ебать некого, начинает ебать мозг, как правило, себе самому. Постоянно фанатирует всякими бредовыми идеями, самовлюблён до усрачки. День-деньской готов пялиться в зеркало на своё отражение и с умилённой лыбой констатировать, что краше в мире точно нет. Истерик и даже не стесняется этим бравировать. В жизни интересуются только еблей и собой, на крайняк людьми, которые интересуются им. Добродушен, если не пытаться занять у него бабла. Деньги, кстати, любит почти так же, как себя самого и умеет их зарабатывать. Скрытный, сука. Сил нет никаких. Вытащить из скорпиона инфу, которую он не хочет разглашать, практически так же трудно, как выдать замуж 50-летнюю девственницу. Великий анус, сука, постоянно мечется между высоким идеалом и желанием сделать кому-нибудь падлу. Желание и умение прошибать лбом стену может сравниться только с овном. Цели зачастую выбирает такие же дурацкие. Но из принципа не отступается. Стоически переносит всю жопу, которая перманентно с ним переключается, потому что знает, заслужил. Цена производит впечатление бармаглота. Страшный, громкий, сука, грозный, но в душе истинный шушпанщик. Водолей. Особые приметы. Всем, но абсолютно каждой падле нравится, как пресловутый червонец. По части попиздеть составляет достойную конкуренцию близнецам. Общаться даже в незнакомой компании рвется, как моряк дальнего плавания в кварталы красных фонарей. Выглядит всегда слегка с дуба рухнувшим, причем именно этим и завораживает. Легкий флер ебнутости придает водолеям необъяснимое очарование, которое притягивает к ним глупеньких восторженных фанатов. Даже если в жизни водолея все идет через жопу, умудряется раздавать окружающим советы, которые, сука, работают. При всей видимой и осязаемой пушистости и пиздатости потенциальный великий преступник. Всегда аферист, пусть только в мечтах. Не существует водолей без уголовщины в темном прошлом. Закон нарушает совершенно без угрызений совести. И даже не побоюсь этого слова с наслаждением. При этом сука отлично понимает, в отличие от тех же близнецов, что поступает некошерно, но клал на это. Внешне похож на помесь безумного шляпника Смерлин Монро. Близнецы. Близнецы это очень круто, если он один и совсем абзац, если их хотя бы два. Могут пиздеть без остановки хоть трое суток и ни разу не повторяться. Что в общем-то прикольно, но иногда утомляет. Близнецам обычно все завидуют, потому что он и жнец, и чтец, и надудей, и грец. Проще говоря, в каждой жопе затычка. Но никто не догадывается, как на самом деле трудно близнецам выжить и выбрать в этом огромном мире возможности. Им всегда кажется, что жизнь проходит стороной, даже если он по уши в говне в событиях. Любит трахаться, жрать и получать новую информацию. Лучше всего одновременно. За это Таис ловет извращенцам, хотя на самом деле он просто экономит время. Феноменально ленив, 90% своей бурной деятельности разворачивает только для того, чтобы от него наконец отъебались и оставили в покое. Производит впечатление пиздобола и в общем-то Васи, хотя на самом деле не дурак. Почитать в перерывах между распиздянищем Канта или другую какую-нибудь философскую лабуду. Чтение зачастую все равно сопровождается идиотским смехом и междометиями типа «ыыыыы», что очень мило смотрится, потому что юмор у Канта действительно может найти только близнец. Сентиментален, как последняя портовая блядь. Верит в романтику, хотя постоянно от нее открещивается и демонстративно скалит зубы над теми, кто о ней говорит. В любви обычно несчастен, потому что терпеть, постоянно устраивая близнецом феерии, идиотического веселья и веселого идиотизма, в силах только Овин, а на всех близнецов говна не хватает. Дева. Что можно сказать о знаке, когда за меня все уже сказала сухая наука? Дева – самый сука, жестокий и бесчеловечный знак зодиака. По данным международной статистики, больше всего маньяков-психопатов произрастает как раз из дев. Эта сука способна ласково улыбаться тебе, а в голове рисовать упоительную картину твоих кишок, привязанных к люстре. Выдам вам тайну, все маленькие девы в детстве планируют стать черными властелинами планеты. А когда вырастают и понимают, что въебали, становятся просто бессердечными монструидами, и отравляют своей педантичностью и любовью к закону и порядку. А корни, понятно, еще и сопляческих желаний заховать вселенную. Существование буквально каждому, кому повезет жить с девой, на одной территории. Жена-дева – это та телка, которая заправляет тебе кровать, когда ты в 3 часа ночи встаешь пассать. Мужчина-дева – самый страшный учитель математики. Какого вы можете себе вообразить? Контрол-фрики, конечно же. Трахается по расписанию, потому что во всем должен быть порядок. Причин своих поступков никому не объясняет, видой тому, опять-таки, вынесенная из детства мания величия. Впрочем, может впасть и в другую крайность. Ни в грош себя не ставит, и вообще сука каждодневно изображает из себя жертву и агнца, чем и заебывает окружающих до страшного. Вообще, кстати, любит сыграть на нервах близких и начать страдать на публику. Причем гадина сама обычно верит в свои страдания, от чего начинает болеть и чахнуть. В быту полезна, потому что знает и имеет множество всяких кунштюков. Выучила, пока планировала стать черным властелином. Вообще, жить с ней можно, если тотально абстрагироваться и убрать из дома оружие. Стрелец. Стрелец это еще один заокальный пиздец. Личное мнение стрельца обязано стать истиной в последней инстанции для всех, ненароком оказывающихся неподалеку. Высказывает его охотно, часто и даже тогда, когда ему настоятельно советуют этого не делать и вообще грозя разбить за это ебало. Искренне недоумевает, если на него за это обижается. Вообще, сука, очень везучий по жизни знак, что несколько компенсирует постоянно отсутствие у него бабла. У стрельца, несмотря на склонность к обличительным словесным поносам, обычно много друзей, которые его у бога подкармливают и обогревают. А все потому, что он ловко умеет прикинуться пуской, особенно когда рот занят жратвой. Основной недостаток никак не может заткнуться, рассказывая всем правду обо всех, поэтому способен спизгнуть лишнее. За что, опять-таки, частенько бывает бит. Склонен ко всем формам наркозависимости, сучара, а также к религиозному фанатизму, что по сути одно и то же. Добрый, но хуй это сразу поймешь. Рыбы. Рыбы бывают двух сортов и видов. Опиздневшие и собственной беспринципностью исчадия ада и верные, истинно добрые с непоколебимой моралью ангелы. Причем мерзким рыбам, как правило, в жизни все прощают, а хуевая, тогда как ангелоподобные рыбки-мученицы раздражают обывателей недосягаемой святостью. Блядовать могут по страшному, причем поймать рыбу на блястве или заставить ее в нем признаться сложнее, чем увидеть морщерогого кизляка. Для последнего вы будете глядеть в ее честные, полные слез глаза и верить в верить. Безтушные гандоны, без каких-то моральных принципов. Склонны пиздеть по черному, причем даже тогда, когда вроде бы и незачем. Нагонять туману и вообще вводить людей в заблуждение. Но на рыб нельзя за это обижаться. Адские муки, совести у них обычное дело. Причем мучаются иногда до кучи из-за того, что не делали. Склонны идеализировать людей, а потом обижаться на них за то, что те оказались мудаками. Могут ни с того ни с сего начать мстить миру вокруг. Абстрактно и по-уебански. Трогательны в своих иллюзиях. И даже когда оказываются с учарами и падлами, их все равно невольно прощаешь за глобальное неумение жить в нашем материальном мире. Абстрактно и по-уебански.